Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А что мы будем сегодня делать? Противораковый напиток. Для тех, кто спешит, пожалуйста, буду делать йогурт. Всё, эти люди свободны. А для тех, кто хочет познать мудрость, остаётся на канале Кэтрин Докс. И мы с вами будем изучать, почему именно так, а не иначе. Во-первых, сегодня основа у меня, моего йогурта, будет чёрная смородина. Собираю, заготавливаю чёрную смородину у себя. У меня она растёт. Замораживаю. Вы знаете, отказалась от сушёной ягоды. Объясню потом, почему. Я имею в виду от сухофруктов. Буду использовать чёрную смородину и люблю. И эта смородина именно против рака, именно против рака крови. Это очень важно. Против анемии. Поскольку здесь минералы необыкновенные. Натрий в большом количестве. Калий, кальций, медь, железо, магний, марганец, фосфор, цинк. Представляете, калий, натрий, кальций – это в большом количестве. Железо тоже в большом количестве. А также витамины здесь есть. Витамин С очень много. Очень много. Витамина А много. Тиамина, рибофлавин, передоксин, пантатиновая кислота, ниацин и фалаты. Всё это, дорогие мои, даёт нам такие полезные свойства, как укрепление сердечно-сосудистой системы. Вот она у меня уже дала немножечко сок. И я её вот сюда кладу. Теперь я добавляю... Сейчас я возьму козий кефир, дорогие мои. Вы себе можете регулировать. Если вам надо погуще, я беру на 3 стакана. На 3 стакана. Беру грамм 100-150. Ой, какой у меня кефирчик хороший. Вот так. Йогурт мне нужно на 3 человека. Ну и я вот так вот себе регулирую. Вы знаете, для сердечка, конечно же, это просто клавис. Она содержит большое количество флавоноидов. И по результатам исследования доказано, что эти питательные вещества способствуют предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому используйте. И ещё знаете, что чёрная смородина снижает содержание в крови долю плохого холестерина. Надо, чтобы вы это знали. Ой, у меня упало семя льна. Так, сейчас я семя льна сюда вот так вот брошу, чтобы не мешало. Ой, ой. Так. Беру. Да, мне нужно мёд. Мёд. Мои мальчишки любят мёд. У меня цветочный мёд хороший. Я беру всегда у одних и тех же людей, которые занимаются этим серьёзно. У которых пасека своя. Которые очень трудолюбивые. Люди. И вот сюда же. Вот этот весь, весь, весь. Примерно 2 столовые ложки. И на ночь опять залью лён. Сейчас у меня 10 дней будет лён. Как за 10 дней 5 килограмм потерять? А мне нужно именно 5. 2 килограмма на ягодицах лишних увидела я. 3 килограмма животик. Слегка щёчки округлились. Всё это быстренько мы будем убирать. Так, мёд, лён. Для чего нужен лён, я рассказывала. У меня есть видео, посмотрите. Вот. Потом. Почему ещё я сейчас буду использовать именно... Именно... Смотрите, как красива она. Ой, необыкновенно. Чёрная смородина. Потому что атеросклероз. Да. Фосфор. В большом количестве фосфор. А кто не знает, запишите. Фосфор. Фосфор. Он для больных атеросклеротическими бляшками. Номер один. Ещё. Профилактика и лечение рака. Вот частой причиной рака являются свободные радикалы, которые повреждают клетки ДНК. А большое количество антиоксидантов, которые находятся в смородинке, очень хорошо нейтрализуют свободные радикалы. Пьёте чай, возьмите туда, выдавите несколько капелек, несколько ягодок смородинки. Делайте йогурт, забросьте смородинку. Просто в водичке разведите, выжмите туда сок смородины. И просто пейте сок смородины. Но только покупайте его, если вы знаете 100% что это натуральный продукт, а не с эссенцией. И не нектар. А лучше, вот так как я, замораживайте, и делайте. Конечно, без сахара. Меня там девочки спросили по поводу, как я отношусь к тростниковому сахару. Я отношусь отрицательно к любому виду сахара. Ягоды эффективны при лечении даже рака печени. Наличие высокого содержания витамина С именно способствует эффективной борьбе против рака молочной железы и толстой кишки. Итак, смородина. Вы видите, сколько вариантов рака уничтожает. Во-первых, противостоит раку крови. Во-вторых, это, еще раз, против лечения, против рака печени. Это против рака молочной железы. Против рака толстой кишки. Поэтому надо употреблять обязательно. Обязательно. Мозг. Антоцианы, которые содержатся в черной смородине, они улучшают функции мозга. Да, у кого проблемы с мозгом, запишите себе такое слово. Антоцианы. И посмотрите, где они. Больше всего находятся. Такие продукты и употребляйте. Да, вообще всем нужно. Особенно у кого заболевание Альцгеймера. Вот, дорогие мои. Ну, а я не люблю это заболевание. Я поэтому делаю профилактику всем своим родным и близким. Дальше. Это средства от диареи и от дизентерии. И поэтому многие диетологи советуют употреблять. Для женского и мужского организма изумительны. Потому что, знаете, черная смородина, она в качестве лечения, у кого, скажем так, потеря крови, сильная, обильная. Вот это. Это ведь от рака крови. Восстанавливают красные кровяные тельца. То, что нужно. От анемии. Повышает иммунитет мощно. А самое главное, устраняет холестерин, шелаки, токсины из крови. И улучшает кровообращение. Поэтому их рекомендуют женщинам и в период климакса, и вообще. Вообще, запомните, красная ягода, любая красная ягодка. Возьмите вишня, она изумительная. То же самое. Это все от анемии. Это все повышает иммунитет. Это все противостоит раку крови. Ну и тоже в свою копилочку закиньте такое, что черная смородина. Она для лечения различных кожных заболеваний хороша. Такие как экзема, псориаз. Вот употребляйте вот эти ягодки. Потому что замедляет рост и развитие псориатических бляшек. Противоиспалительный эффект. Мощный антиоксидант. Для кожи это просто находка. Я обязательно делаю масочки из вот этого продукта. Вот сейчас все это я перемешаю. Мало того, я еще сюда добавляю корицу. Обязательно корица очень полезная. Особенно, если она у вас натуральная. У меня натуральная. Имбирь. Но сейчас сухой имбирь. И это также будет не только вовнутрь идти, но и маска. Да, дорогие мои. Я добавлю потом одну ложечку. Возьму немножко отсюда жидкости. После того, как перемалывать буду. Возьму, добавлю туда пару капелек какого-нибудь маслечка. Например, вот то, что мне Инесса выслала недавно. Инессочка, Инночка, дорогая моя. Спасибо, ангелочек мой. Спасибо, что это ты. Я чувствовала, что это ты. Потому что в прошлый раз тоже моя красавица. Настолько все подобрала точно и тщательно и с любовью. Поэтому огромное спасибо. Вот возьму, может быть, маслечко органы. У меня не было его. Я добавлю капельки 2-3. Возьму отсюда вот эту смесь, которую перемешаю. Добавлю, может быть, пол чайной ложечки овсяной муки. В кофемолке овсянку овсяные хлопья перемалывать буду. И все. И моя маска на сегодня будет готова. Поэтому все, что мы вовнутрь употребляем, мы обязательно должны делать маски. Когда вы делаете маски на лицо, не забывайте о ручках. Ручки тоже нужно приводить в порядок. Да, кстати, хочу обязательно напомнить. Не только ягоды надо употреблять, но и листочки. Я всегда говорю, собирайте листья и малины, и смородины. Особенно черной смородины. Смотрите, если вы будете регулярно пить чай из листьев черной смородины, то, если у кого-то есть меленький песочек или камушки в почках, все будет выходить. Потому что именно листья обладают прекрасным мочегонным свойством. И вообще черная смородина, она способна выздоровлению при мочекаменной болезни. Именно выздоровлению. И если какие-то воспалительные процессы в мочевом пузыре происходят, если у кого недержание мочи, ну вот все, что с этим связано, обратите внимание на черную смородину, как ягоду, так и на листочке. Это ваша ягодка. Тоже хочу сказать, знаете, за что? За лечение заболеваний пищеварительной системы. Гастрит, но есть с повышенной кислотностью, а это именно у кого пониженная кислотность. Вот им полезно. У кого пониженная кислотность. Или язва желудка с пониженной кислотностью. Диарея, там другие заболевания кишечника. Вот рекомендуют употреблять вот эти ягодки черной смородины. Но и лечение профилактика авитаминоза, как я уже говорила. Потому что богатый витаминный состав, как вы видите, это просто находка, сказка от различных проявлений авитаминоза. Вот. А теперь что я делаю? Я беру, вот у меня есть такая замечательная, видите, вот такой вот, как бы кувшинчик, не кувшинчик, но вот такая емкость. Очень-очень мне понравилась. Я в одном из магазинчиков увидела в прошлом году и купила. Со мной и на даче эта штучка была. Потому что я деткам делала коктейльчики. Коктейль очень моя любимая вещь. Я постоянно этим занимаюсь. Ну и чтобы вам не жужжать, потому что я сейчас свой вот этот блендер, это у меня такой портативный блендер. У меня есть еще другой блендер. Классный, большой, скажем так, профессиональный. А я сейчас вот этим блендером быстро-быстро сделаю. Видите, почему это удобная штучка? Сюда вставили, раз-раз-раз, сделали свое дело, вытащили. Вот отсюда аккуратно все выливаем. Здесь есть вот такая штучка, видите? Вот, и плюс мне очень нравится, что здесь количество литр, литраж, миллилитры, литры, все-все здесь есть. Даже унцы мне нравятся. Очень удобная штука. Ну, чтобы вам не жужжать, я сейчас быстро все сделаю. Ну, вот и все, дорогие мои. Получился вот такой вот приятный, красивейший цвет. И что может быть лучше домашнего йогурта для ваших родных и близких? Так, сейчас я раз-раз-раз. Ой, какая прелесть. Ну, по-моему, лучше быть ничего не может. Вот такая красота. Вот такая вкусняшка. Видите? Это что-то необыкновенное. А самое главное, всегда помните. Помните, что ваши близкие, ваши родные, они не должны болеть. А если они болеют, подумайте, что вы им даете. Может быть, вы им даете сахар. А это среда для бактерий. А может быть, вы им даете много картофеля. Картофель вообще есть нельзя. Потому что картофель, это крахмал, превращается в сахар и также травит организм. Для раковых клеток это просто находка. Картофель. Самая лучшая вещь. Во-первых, пожарил вкусненько, хорошо. Плюс еще и в крахмал. А там еще ближе к зиме. Вот сейчас зимой декабрь, январь начнется. О, это вообще. Там столько солонина откладывается, яда. Потому что картофель будет готовиться к февралю-марту. То есть к проращиванию. И будет собирать вот этот яд солонин. Плюс этот крахмал, это идеально. Просто идеально, чтобы травить свой организм. Кроме того, люди очень любят макароны. Макарошки, макарошки. Дорогие мои, от этих макарошек у вас одни проблемы. Просто одни сплошные проблемы. Следующее. Это белый, мягкий, хрустящий хлеб. Это тоже не нужно. Ну и, конечно же, самое грязное мясо в мире, это свинина. Тоже та же история. Поэтому выбирайте тщательно то, что вы кушаете, чем вы питаете своих деток. Вот это вот самое лучшее. Никакой магазинный йогурт не заменит вот этот козий йогурт. Я сама делаю кефирчик из козьего молока. И сама делаю йогурты. Сама делаю творожок. Сама делаю брынзу, сыры. Посмотрите, у меня уже все эти видео есть. Зайдите в библиотечку кулинария и наслаждайтесь. Меняйте подход к тому, что вы готовите. Всегда думайте, что сегодня полезного получит от моей пищи моя семья. И в том числе вы. Это вообще увлекательное путешествие. Здоровая кулинария. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока. Будьте здоровы. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте участвовать. Пишите свои рецептики. Напишите смайлик. Бросьте мне внизу. Сердечко. Я все от вас принимаю с огромным удовольствием. Люблю вас. И вы помните, что если вы становитесь участником моего канала, таким образом канал продолжает жить. И радовать не только вас благословлять, но и много других людей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok